Приветствую вас. Думаю, что по описанию, по тому, что вы рассказываете, у вас страх с совмещенной обидой. Ну, то есть здесь как бы страх перед наказанием, перед определенным социальным негативным последствием того, что делаете вы, смешивается с обидами, непониманием того, почему вас, например, унижают и оскорбляют, за что. Вы не виноваты ни в чем. Плюс жалость к себе, наверное, ну и отсутствие таких элементарных качеств, как самоуважение, любовь к себе и, собственно, наличие других качеств. Сомнение в себе, неуверенность и, наверное, комплекс. На счет последних я не стал бы говорить пока как-то наверняка, потому что все-таки, может быть, этого у вас нет пока еще. Но, тем не менее, тем не менее, очень серьезное, серьезное искажение того, что происходит, у вас есть. Значит, начать, пожалуй, нужно с главного. Собственно, это главное касается ваших страхов. Значит, первое. О чем стоит заметить? Значит, чего вы боитесь? Почему вы боитесь довольственного ситуация повториться? Чем для вас так страшно то, что происходит? Понимаете ли вы причины, по которым люди вели с вами себя так, как вы описываете? То есть, есть ли у вас понимание мотивов этих людей? Далее. Далее следует обязательно сказать, определить так. Кто оскорблял? Кто уничал? Почему? Чем было обусловлено такое поведение и как вы для себя это объясняете? Далее. Если вы пришли в другой университет, почему, как в другом университете у вас начались проблемы? То есть, понимаете, если в первом учебном заведении у вас были трудности, это можно списать на некую случайность, потому что, ну, мало действительно что может быть. То, что касается второго, то это уже скорее система, это уже скорее что-то такое системное. И нужно постараться определить, что именно. То есть, скорее всего, дело в вашей модели поведения, дело в том, как вы себя ставите при общении с людьми. Дело в том, как вы себя преподносите, а дело в том, значит, как вы относитесь сами к себе и как вы позволяете относиться, значит, к себе другим людям. Вот это, пожалуй, является одним из самых главных моментов, которые я хотел вам сказать. Далее, значит, далее вам предстоит работа страхами и предстоит работа по рационализации этих страхов. Рационализация страхов означает, что вы будете переводить их из области мистических представлений, какими они у вас сейчас являются, в область представлений как раз-таки рациональных. То есть, собственно говоря, тех, которыми они являются, являются они все-таки рациональными и, соответственно, когда они, когда и если точнее, они станут для вас рациональными, то боятся испытывать мистическое чувство страха, вы перестанете, потому что не будет для этого никаких причин, не будет для этого никаких мотивов. Да, будут некоторые объективные, негативные обстоятельства, которые осложняют вам вашу жизнь. Это, безусловно, будет. Но негативные обстоятельства, негативные обстоятельства для вас, можно будет купировать. Их можно будет купировать, с ними можно будет что-то сделать. Тогда, сделав с ними что-то, вы сможете исключить из своего поведения элементы страха, заменив их на более, скажем так, адекватные модели поведения, подходящие для конкретных ситуаций. Это не будет паника, это не будет истерика, истерики это будут именно такие вот модели поведения. Но только когда мы поймем, чего именно вы боитесь. Почему вы рассматриваете, вот, как бы, как личный, личный ущерб себе, то, что вас оскорбляют, то, что вас унижают. Ну и вообще-то говоря, хотелось бы, чтобы вы все-таки сказали, кто же это делает. Все-таки. То есть, кто и почему это делает. Потому что, вот, ну, если это, например, ваши одногруппники, то это одно. Тут, как бы, одна модель поведения, и, соответственно, одна субъективная и объективная сторона. Если это учителя, то это другая объективная сторона. Но нужно именно разобраться с тем, кто выступает для вас именно вот угрозой. Кто выступает для вас источником негатива, чтобы помочь вам разобраться в вашей проблеме. Далее, значит, я бы рекомендовал вам также обратиться к врачу за обследованием и проанализировать ваши отношения, как я уже сказал, с родными. Потому что вот это ваше отношение к себе самой, оно очень напоминает отголоски следствия детско-родительских отношений. Если это так, то мы не избавимся от ваших страхов, пока не разберем детско-родительские отношения и вашу модель поведения в них, то, что вы переняли от родителей, усвоили от родителей, то, что они вам донесли и почему, вашу позицию по отношению к родителям, и, собственно говоря, ваше восприятие себя, кем вы хотите себя видеть, кем вы себя представляете, а также анализ ваших недостатков и ваших сильных сторон. Все это нужно будет с вами сделать. Тогда можно будет констатировать улучшение вашей ситуации. В противном случае полагаю, что процесс обучения в университете будет для вас невозможным. И, соответственно, это повлияет на вашу дальнейшую жизнь достаточно сильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...